В эфире городские новости в студии Надежды Русяевой. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. Зима не отступает. На оперативном совещании обсудили ход уборки городских территорий от снега и наледи. Лыжня России 2021. Жители Мордовии присоединились к 39-й всероссийской лыжной гонке. Штурм-13 в Саранске прошел военизированный кросс. До календарной весны осталось две недели, однако зима еще не планирует отступать. Низкие температурные показатели, осадки в виде снега все еще сохраняются. Именно сейчас в качественной работе коммунальных служб жители города нуждаются больше всего. Как проходит уборка при домовых и муниципальных территориях, обсудили на оперативном совещании в администрации города. Как отмечаются, подъезды и подходы к школам и детским садам расчищены. Проводится обработка противогололедными материалами. Главы районных администраций сообщили, что уборка при домовых территориях ведется в штатном режиме. Мы должны картину представлять реальную. Если есть проблема, давайте просто устранять. И тут стесняться нечего. Большому сожалению, мы не успеваем вовремя, везде убрать так, как положено. Но тем не менее, надо убирать. И дороги у нас в лучшем состоянии, нежели в состоянии дворов. В круглосуточном режиме идет работа по расчистке от снега городских территорий. Однако за минувшую неделю административно-технической инспекцией по зимней уборке придомовых территорий выдано 13 предписаний, в том числе 4 выходные. Составлен один протокол за ненадлежащее содержание входной зоны торговой точки. Стоит отметить, что подобные рейды по проверке качества уборки прилегающих территорий к торгово-офисным помещениям будут продолжаться. С начала пандемии в Саранске регулярно проходят рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима. Такой мониторинг направлен на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, за минувшую неделю было проверено 267 единиц общественного транспорта. Сто замечаний пассажирами устранено на месте, на четверых нарушителей составлены протоколы. Проверили объекты торговли, общепита, сферы услуг и аптеки. Здесь тоже не обошлось без нарушений. Глава Саранска Петр Тултаев поручил чаще проводить рейды на городских рынках, а особое внимание обратить на соблюдение введенных мер безопасности в торговых павильонах по продаже мяса и других продовольственных товаров. Переходим к информации о заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике. По сводкам оперативного штаба, на 14 часов 15 февраля за минувшие сутки в Мордовии выявлено 66 случаев COVID-19. 91 человек выписан с выздоровлением. В прошедшие выходные все любители лыжного спорта приняли участие в ежегодном спортивном мероприятии. Лыжня России – самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой участвуют любители и профессионалы. В Саранске и во всех районах Мордовии прошла 39-я по счету массовая гонка. Очень важно, что мы все сегодня собрались, вышли на лыжню. И у каждого есть своя победа, и она обязательно будет. Победа уже в том, что мы заставили себя выйти из теплых, насиженных диванов, мест, квартир, оторвались от компьютера, от телевизора и пришли сюда пообщаться, зарядиться хорошей, доброй энергией. Но, надеюсь, будет символичным, что после лыжни 2021 года, и все это начнется с Саранска, коронавирус будет отступать семимильными шагами. Но при этом, конечно, меры предосторожности мы будем соблюдать. В этом году из-за пандемии организаторы отказались от традиционного массового старта. Состоялись этапы по группам и по времени. Любители лыжного спорта вышли на лыжню отдельно от профессиональных спортсменов. Саранские мероприятия прошло на территории лыжно-биатлонного комплекса. Мордовия в течение четырех лет проводит савоинизированный кросс «Штурм-13». Прошедшие выходные 21 команда поборолась за звание лучших из лучших. Участники, школьники и студенты. Всего ребятам предстояло пройти 19 этапов. Протяженность трассы – 3 километра. Проверка на мужественность, стойкость участников. Будем считать так, это этап подготовки к службе в вооруженных силах. Ребята на очередном этапе испытывают свою сноровку, свою силу, свою волю на этих соревнованиях. Все этапы прошли на открытой местности. В военизированном кроссе приняли участие не только жители Саранска, но и молодежь из районов. По окончанию кросса определился и абсолютный чемпион. На этот раз первым стала команда МВД по республике Мордовия. На втором месте – восьмая школа, а на третьем – отяшевский аграрный техникум. Оформить документы или получить услугу, подав заявление, минуя посещение дополнительных органов исполнительной власти, можно в многофункциональном центре. Это позволяет экономить время как гражданам, так и государственным служащим. В МФЦ Республики сняли ограничения для посетителей. С 15 февраля возвращаются живые очереди и свободные посещения. Однако работа по предварительной записи сохраняется для удобства граждан. Для тех, кому необходимо узнать какую-либо информацию или точнить график работы, можно позвонив по номеру телефона 8342-39-29-39. В городе идет поэтапная уборка дорог от снега и наледи, чтобы избежать рисков аварии в гололед. Так, по сообщению, Саранской мэрии на отдельных участках дорог в Ленинском районе города 15, 16 и 17 февраля будет исключена стоянка транспортных средств в участках улиц Попова и Сиратской. В связи с этим водителям рекомендуют заранее позаботиться о парковке своих автомобилей. Пришло время узнать прогноз погоды на завтра. Во вторник, 16 февраля, в Саранске будет ясно и без осадков. Столбик термометра за сутки опустится до отметки минус 24 градуса, а максимальная температура воздуха составит минус 17 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Год назад, 16 февраля, за окном было пасмурно и минус 5 градусов. 10 лет назад, в 2011 году, в этот же день в городе было малооблачно и минус 21 градус по Цельсию. Это были все новости к этому часу. С вами была Надежда Русяева. Мы продолжаем следить за обстановкой в городе и держать вас в курсе событий. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова